То Бог ель, и я, то Бог наш. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Мы узнаем у отца Валерия, настоятеля Свято-Успенской церкви города Николаева. Отец Валерий, будьте добры. Итак, Успение, праздник и одновременно Успение Божьей Матери. Непонятно, как можно праздновать этот праздник? Успение Божьей Матери является великим праздником для нас, православных христиан, и для всех людей, кто верит во Христа, Пресвятую Владычцу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию. Для нас, как христиан, мы знаем, что нету смерти, и поэтому мы все живы будем вечно с Богом. Но только переход от той земной жизни к жизни вечной – это самое главное событие, которое происходит в каждом человеке. И поэтому, если мы, люди, стремимся к земной жизни, то святые угодники Божьи стремились все же уже к небу, к высоте. И даже, когда сам праздник Пресвятой Владычцы нашей Богородицы, он говорит о том, что Божья Матерь, после того, как пострадал ее Сын Господь наш Иисус Христос на кресте, когда она была вручена Сокреста своему возлюбленному ученику Христовому Иоанну Богослову, он забрал ее в дом и там досматривал ее до ее славного Успения. И вот всегда, когда Царица Небесная приходила на место Голгофы, где пострадал Господь, ко гробу Господнему, приходила в Евсиманский сад, она слезно молила и просила Господа, чтобы Господь взял ее при чистую душу и уже вел ее в селение вечное, и чтобы она пребывала вместе с ним. И вот мы знаем, что в жизни Пресвятой Богородицы и Священного Писания сказано очень мало. Мы знаем то, что она вместе с апостолами пребывала в горнице, когда в 50-й день сошел Дух Святый, она также была наполнена благодатью Духа Святого. Мы знаем также и то, что она хотела посетить остров Кипр, где пребывал праведный Лазарь, четвертодневный, которого Господь воскресил. И корабль приплыл к другому берегу, когда была Великая Буря, он приплыл к Афону, и там она благословила гору Афонскую, благословила жителей, просветила их, потому что они были язычники. Это был первый удел Пресвятой Богородицы. В 1944 году, после Рождества Христова, когда Ирод Агриппа воздвиг гонение великое на христиан, когда был замучен первый епископ, апостол Яков, брат апостола-евангелиста Иоанна Богослова, и когда был апостол Петр посажен в темницу, тогда апостолы захотели уйти из Иерусалима, и вместе с этим просили и Божью Матерь, чтобы она также вместе с ними ушла. И они собрались в горнице для того, чтобы бросить жребий, кто куда пойдет проповедовать евангельскую истину. И также жребий выпал и Пресвятой Богородице, и ей было место определено проповеди на Иверской земле. Но Ангел Божий явился ей и возвестил о том, что она должна остаться в Иерусалиме и пребывать в этом святом месте. И мы знаем, что когда апостолы разошлись, тогда Пресвятая Богородица очень скорбела, и ей было грустно, и поэтому она всегда зевала и молила Богу, чтобы Господь, Сын ее, забрал ее душу. И вот однажды Архангел Гаврил принес вестку ей и сказал, что она должна представиться, и что ее душу заберут ангелы, и она взойдет к Отцу Небесному. И вот так он дал ей знамение пальмами ветвь из рая и возвестил о том, что она пристанет при Богу. И она возрадовалась тому событию, молила Господа, чтобы собрались все апостолы, и по благословению, по преданию Церкви гласится, что все апостолы на воздуху прибыли в Иерусалим для того, чтобы прибыть и получить благословение Царицы Небесные. Все, возблагодарю Бога, она с миром почила. И вот, когда шла похоронная процессия, впереди шел апостол и евангелист Иоанн Богослов, внес впереди пальму мою ветвь, и все апостолы и множество людей, которые пришли провести последний путь Царицы Небесные, все шли по Иерусалиму. Первые священники, и все негодовали за то, что происходит такое великое событие, великое шествие. И хотели прекратить это все, но никто не смог бы помешать этому процессу. И только один священник прикоснулся к гробу Пресвятой Богородицы, священник Афоний, и хотел опрокинуть гроб Царицы Небесные, но невидимая сила осекнула его руку, и руки его стали висеть, висящими у гроба. Он раскаялся, из-за этого получил исцеление и стал христианином. И вот тело Пресвятой Богородицы было погребено в усыпальнице родословной, где были погребены ее родители, праведные, каким Иоанна, и Иосиф, кто прибывает в Иерусалиме, приезжает в усыпальницу, спускается вниз. Она находится у подножия горы Елеонской, недалеко от Гефсиманского сада. И там и почивает сегодня ее Пресвятая Плащаница. Церковь, прославляя Пресвятую Богородицу, Преснадею Марии, воспевает ее и говорит, что она в молитвах, не усыпающая, непрестанно пребывающая и молящаяся о спасении рода человеческого. И Церковь также прославляет, что она в рождестве Девства Сохранила Иси и во успении Своем мира не оставляет. И мы всегда, прославляя сей великий праздник, и особенно и у нас на Руси, люди особо почитают этот праздник, потому что в честь этого праздника освящаются и храмы, в честь этого праздника и у нас на Украине также и освящены три великих лавры, и Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская, и Почаевская Свято-Успенская лавра, а также и Свято-Успенская, и Свято-Горская лавра, и много храмов также посвящены в честь Успене Пресвятой Владычице нашей, Богородице и Преснадею Марии. И у нас также в нашем Граде Николаеве также больше 210 лет был освящен храм в честь Успения Божьей Матери в нашем микрорайоне Терновка. Вот на протяжении 20, больше уже 20 лет, как храм был закрыт в советское время, но после этого уже больше 20 лет, совершаются службы, когда в 1993 году был храм открыт, и по сегодняшний день идет там реконструкция, обновляется храм, доводится все до порядка, в храме действует воскресная школа, которая начисляет более 60 деток, три группы, также благодаря тому, что есть воскресная школа, хорошие люди, меценаты, которые помогают, детки наши посещают и зоопарк, наша воскресная школа особо каждый год ездит в Пелагеевский монастырь, где там несет послушание на протяжении недели, вот, и вместе с священником, в этом году отец Василий, клирик нашего храма, ездил вместе с детками в Пелагеевку. Всех хотел бы поздравить с праздником Успения Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы, Преснодевы Марии, пригласить всех на престольный праздник к нам в Терновку и пожелать всем предстательства и защиты Царицы Небесной. Отец Валерий, будьте добры, нет большего для христианина счастья, чем ощущать на себе заступничество и покров Божией Матери, но просто так его не почувствуют. Что нужно для того, чтобы почувствовать вот эту помощь зримую, казалось бы, незримую, но одновременно зримую и скорую? Вы знаете, мы всегда ищем каких-то знамений, хотим великих чудес, хотим, чтобы нас сразу Господь услышал или Божья Матерь и совершали с нами чудеса. Но мы знаем, что все, что нам необходимо, что нам полезно, Господь всегда нам посылает. И та ощутимая помощь, которую Господь нам и Царица Небесная посылает в жизни, это есть свидетельство того, что мы живы, что мы имеем здравие, что мы имеем возможность потрудиться для ближнего, потрудиться для Господа. И всегда, Господь непрестанно пребывает с нами и материнский омофор и покров всегда сопутствуют нам. Мы только должны всегда жить по заповедям Божьим, призывать имя Господне, в молитвах беседовать с Господом и Царицей Небесной и со всеми святыми угодниками Божьими. Ведь в этом есть наша обязанность, в этом есть наша необходимость, и в этом есть самое главное, ради чего мы живем. Живем для того, чтобы быть не только наследниками земли, а быть и наследниками вечности, и наследниками неба. Отец Валерий, и Святую Богородицу называют Высшую Херувим, Честнейшую Серафим. Это великое и очень высокое звание, и Царица Небесная говорит о том, что не только Царица Небесная, но и на земле, которая помогает людям, то есть вершить дела и на небе, и на земле? Обязательно, потому что, когда апостолы после того, как Царица Небесная погребли, они собрались в горнице для того, чтобы совершить трапезу, и среди них не было одного апостола, апостола Фомей. И вот, когда он пришел, то сказал, что я также хочу поклониться гробу Господнему и увидеть место, где погребено тело Пресвятая Богородица. Но когда они пришли, открыли гроб, то увидели, что там тело Пресвятой Богородицы не упритяно было. Они пришли, придя после трапезы, по уставу, как они всегда, ставили хлеб на место, где сидел Господь, и они взывали Иисусе Сыне Божий, помилуй нас, Господи, спаси нас. И вот, когда они вознесли этот хлеб, то тогда воззвали Иисусе Сыне Божий, помилуй нас. И когда глянули на небо, посмотрели, то увидели Царицу Небесную, предстоящую, с множеством ангелов и воев небесных. И они в порыве этого сказали, Пресвятая Богородица, спаси нас. И поэтому от этого времени и всегда вот сейчас по монастырям есть устав возношения панагии, то есть возношение хлеба в честь Царицы Небесной. И поэтому то и мы понимаем, что Царица Небесная как и на небе помогает всем, так и здесь на земле. она не оставила, потому что она сказала, я есть с вами по вся дни. И поэтому мы всегда верим и надеемся, что Царица Небесная по нашим молитвам, которых мы взываем к ней, приходит и помогает нам, и посылает нам свою невидимую и благодатную силу. Пресвятая Богородица, спаси нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова